Добрый день, Денис, Зичей. Мы разработали мастер-волер, это смарт-шелёк с возможным восстановлением для сетей типа Эфима Ман-Вассерчета. Ну вот у нас есть проблема, нам потеряли наши отрывавшие ключи, звонили в поддержку и говорили, мы хотим его восстановить. Нам поддержка и ООПС, вообще без вариантов. Поэтому мы разработали универсальный механизм, который позволяет нам данные восстанавливать путём многофакторной авторизации в соответствии с новым уровнем. Как работает наш юсхейк? Ставим себе кошелёк, подтверждаем номер телефона, приходим в какой-то сервисный центр, мы сверяем паспортные данные, криптопруф этих данных поднётся в блокчейн и, собственно, на этом всё заканчивается. Пользуемся кошельком. Потом мы теряем ключ. Ну ничего страшного, идём восстанавливаем. Открываем мобильное приложение, создаём запрос на восстановление, нам на смс приходит какой-то пин-код, идём дальше, показываем нашему струннику, что у нас есть данный пин-код, он убивает, да, вот всё отработало. Как же отработает эта магия? Да очень просто. На телефоне мы генерируем новую ключевую пару и отправляем на наш сервис, на арабку второго фактора, наш старый адрес и новый желаемый ключ. Он формирует какой-то пин-код, подписывает его и пойдёт в блокчейн. Важно, что все участники этой сети, это регулируемая сеть, есть какой-то центральный регулятор, который обеспечивает белый сервис. Нам обратно в смс приходят наш пин-код. Мы этот смс показываем нашему сотруднику удостоверяющему центру, есть паспортные данные, он их вбивает, проверяет. Вот, опять же считает хэш, опять же этот блокчейн, он тоже авторизованный участник. И если у нас совпали хэши со вторым фактором, если у нас совпали хэши по паспортным данным, да, с ранее записанными, и подпись нашего агента восстановления совпала, то считаем кошелек установленным. Для этого мы используем проксирующий контракт, на котором находится баланс, и который привязан к арабку второго фактора для проверки. Соответственно, чем это отличается от традиционных контрактов? Мы теперь не просто ключевая пара, а мы всё перенесли на проксирующий кошелёк, он находится в баланс, и за счёт того, что это смарт-контракт, а не словика восстановления. Что мы сделали? Собственно, сам прокс-смарт-контракт реализовали микросервис для оракула, написали смс-гейтвейт, сделали мобильные приложения пользователя, использовали лучшие технологии и доработали наш араб для восстановления. Давайте, собственно, что нужно улучшить. Можно ставить кэшейт и добавить VFR, адрес защиты от перебора, VFile, Function Divide. Также можно добавлять любые другие оракулы по Face, Paytouch ID, либо решение его сонга, например, МВД, восстановление ключей. Теперь демо. Берём, нажимаем «восстановить», вот наш старый кошелёк, его адрес. Прочитали, ждём код, код пришёл в смске, всё, ввели код. Теперь нашему сотруднику в УЦЕ показываем наши данные, вводим серию данных паспортов, нажимаем «восстановить», подтверждаем. Дальше идёт холл период, в чене которого можем отменить наше адресовое восстановление. Он пройдёт, это вообще 30 секунд, можно поставить в сутки, подтвердить и просто баланс восстановить. Спасибо, готов к этому вопросу. А откуда вы знаете старый адрес ящика? Да, старый адрес ящика – это вообще привычная информация, он на регистрации просто приходит на почту, либо его можно по паспортным данным прямо в сервисный центр в основании. Это никакая не секретная информация, как ваш домашний адрес. А можно подробнее прощать, когда вы отправляете снимать контракт, адрес нового кошелька? Да-да-да, конечно, смотрите. Не адрес нового кошелька. У нас есть один кошелёк, он проксирующий, на нем находится баланс. И у нас есть ключевая пара, которая находится в локальном девайсе, адрес и соответствующему приватному ключу. Мы что делаем? Мы в контракте меняем owner-адрес. То есть мы говорим, раньше у меня был такой адрес, но я от него тратил ключ. Пожалуйста, поменяйте мне адрес на новый. И для того, чтобы привести эту транзакцию на кошельке, в ней должны поучаствовать минимум две пати, минимум два участника. Должен поучаствовать в какой-то оракуле второго фактора, он может быть любой, может быть смс-то там, которое будет там подписано этим оракулом, в виде хэшлока или блокчейн, и стреляющий центр. Если они вдвоем отработали, а оракул еще обеспечивал какой-то второй фактор, даже если, например, этот телефон, тогда мы меняем владельца этого кошелька и можем новый ключевой пара, или транзакции. Вы приходите в офисе каратора и восстанавливаете. Плюс, опять же, как я уже говорил, это не единственный вариант по восстановлению. Это может быть еще один оракул Face ID, еще один оракул Touch ID. Это может быть просто решение регуляторного органа. Мы находимся в закрытой сети Master Chain. Там может быть просто решение МВД. Главное, чтобы оно было представлено в виде хэшлока. Последний вопрос, пожалуйста. Собственно, в этой схеме зачем нужно что-то, кроме удостоверяющего центра? Для обеспечения децентрализованности. Если бы у нас был бы только один удостоверяющий центр, какой-то, не знаю, дегативно настроенный оператор, который хочет что-то своровать, прямо сейчас поменял бы нам ключ. А здесь мы завещаемся от этого путем того, что у нас есть еще дополнительная организация санкционировали туда доступ какие-то структуры. Вы уже прошли через авторизационный центр первый раз, когда попали в Master Chain. К чему он не может сохранить все ваши данные, и вы к нему можете прийти и восстановить? Потому что есть два фактора независимых. Если у нас есть одновременно негативно настроенный оператор, и, не знаю, там, его, там, вдруг, там, в МВД, который имеет доступ к ключам, ты его подписал, ну, наверное, да, и то тогда у вас, как бы, холл, смс-то нет доступа. Для смс, который тебе на телефон приходит, у них нет доступа. Ну, конечно, смс-то нет доступа. Это в каком случае можно симулировать рабовое получение санкционирования? Давайте... Ладно, спасибо. Спасибо. Спасибо.